всем привет дорогие друзья всем привет с вами ты можешь вообще представлять всегда в общем то добро пожаловать на обзор кайрос dlc 1 проходил он 7 по 14 мая ну и собственно начнем интервью что мы видим карта от кайроса карта от кайроса она выглядит офигенно скай бокс прикольный специфично да стены крутые из кирпичей сделаны в общем стиле кайроса такие карты уже были в принципе неплохо вот что мы сначала видим сначала видим падики по которым вроде как надо прыгать дальше нас комната налево и дорожка направо ну наверное сначала посмотрю куда прыгать куда-нибудь в воде суждение здесь нет телепорта а давай в мап может чтобы попроще да давай вот и я пока тут посмотрю что тут еще нужно надо таким делать наверное начать уже collect one each item to complete one of each собери каждое каждый item чтобы завершить ну да это по итогу смысл карты получается так вот когда прыгнул до сюда здесь у нас здесь у нас ничего здесь у нас какая-то комната комнате есть вот такие вот я сначала подумал что это слик но это джампад который мне правда панчевая такая текстура стекло вот и ничего здесь нет ладно вернемся тогда назад овальная комната ты можешь пролететь кстати этот джампад он мою скорость не уменьшает он просто вверх подкидывает да он сохраняет вертикальную горизонтальную скорость да просто и добавляет немножко высоты сначала наверно нужно куда-то сюда прыгать здесь дабл джамп для тех кто не очень прыгает или может быть кто-то специджал джампом будет делать дорожку вот дальше здесь вот такой вот кривая стена неизвестно для чего здесь она вроде ровная и вот видимо туда нам придется добираться вот здесь у нас дорожка дорожка внизу это слик здесь вроде как можно прямо прыгать можно прыгнуть под эту дорожку здесь у нас рампа вроде как нужно прыгать к которой можно прыгать и ладно еще есть вот у нас слик о которой говорили и вот видимо в ту сторону нужно как-то прыгать здесь у нас специальная такая рампочка которая для وq3 сделана для tenor год населения и пытаться засликать наверх А это слик кстати по ней можно прыгать вот по коричневой А, это для CPM сделано. Для тех, кто не очень хорошо прыгает. Вот CPM, кстати, намного проще. Делаем дабл джап и залетаем наверх. Здесь у нас две таких вот выступа деревянных и роберт. 50 или... да, видимо 50. Вот. Дальше там появился... как это? Хаст. Хейст, скорость, спид, как его еще назвать. Здесь наверно с этим рокетом нужно до него быстренько подоператься. Здесь при полете вперед наверно можно рокет наперед запустить, чтобы лишней скорости получить. Угу. Вот. Ну и вот так вот рокетами здесь видимо нужно вообще от всех стен стрелять. Ну как обычно в CPM это происходит. И появляется тут у нас батл сьюит. Да, сколько их много. Они... они триггером или сами батл сьюитами? Они сами по-моему. Ага. И вот после того как я его подобрал, наверное надо хотя бы один подобрать. Можно бежать сюда. Здесь появляется... вот этот как его... меткит, который... при подборе которого... финиш. Кар, SDF, я не успел прочитать. А там финиш. Ну суть-то карты в общем... структура карты получается следующее, что... Нужно взять вначале рокет, потом сбегать до хейсты, взять хейст, добраться до БСа, взять БС и уже потом только финишировать. В итоге тут беготня туда-сюда. Но карта вроде как достаточно динамичная получается. Будешь показывать дорожку или как? Или мне тут еще пробежать чуть-чуть? Ну не знаю. В принципе тут особо ничего такого нет. Никаких секретиков, ни закулочков, ни косяков. Я попробую вообще медленно-медленно пробежать просто как... ну как-нибудь. То есть вот мы... аааа! Карл жамп не получился. Полезаем наверх, прыгаем сюда. Я взял? Да, да. Бежим туда, прыгаем сюда. Слетаем. Уже рокет такой опустил. В принципе, то есть вот она, в принципе, это проходится даже без особых усилий. То есть пройти ее абсолютно любой может. Давай заходи, показывай чуть-чуть хорошего. Ну хорошего, не знаю. Наверное сразу. Роуд потихоньку. Здесь без доложан. Ты лагаешь очень сильно. Да? Все перестал. Оп-оп-оп лагаешь, лагаешь. А я не лагаю, кстати. Для себя. Мне прям очень сложно. Постой на месте. У тебя на лагометре там, да? Да. Возможно это я лагаю, получается. Ну у меня не лагают. В общем я даже не знаю, что делать. Прям лагает, лагает? Да, лагает, лагает. Прям слайд-шоу. А ты зайди, у тебя будет лагать? Нет. Ну как бы это получается, что я лагаю. Или нет, или ты. Вот сейчас у меня на лагометре прям нормально все отображается. Прям полосочка. Ну тогда ты роут показывай. Раз я лагаю. Ладно. Ну ты примерно знаешь. Тут в общем дабл джамп делать не надо. Тут надо делать... Абрампочка можно. Да. Абрампочка можно сделать. Дабл джамп. Завернуться сюда налево. Приземляться или сюда или сюда. Потом... 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 Потом чего? Потом прыгаем. Берем рокет. Берем рокет и делаем ГБ от двери. Да. В передней стенке. То есть... Чтобы не назад прыгать так. То есть можно сделать. Здесь ГБ сделать. Я не помню как дальше. Наверное не помню. Ну ГБ получается прыжок. Еще выстрел об стену. ХП не хватит. Подбираем. То есть ты здесь делаешь ГБ штыжком. Потом выстрел об стену где-то здесь. Так ты зряешься сюда. Наперед кидал? Или нет? Нет. Наперед не кидал. Хорошо. Ну и дальше... С парадом направо сейчас еще раз попробуем. Так. Там мне какая-то кнопка забинжена. По-моему. Джей. Нет. Джей. Г. Да. Г. Это на что? Увеличивает дистанцию прорисовки других людей. Ага. Надо было посильнее. Сейчас еще раз попробуем. Ну в общем то чтобы вот это вот сделать с этой рампой. скилл тоже особо не нужен. То есть достаточно среднего стрейфа. Но мы в демках посмотрим кто смог. Так. Я... Кто подумал все. Заключилась я. Снаб пробается. Да. Да. Снаб мешает. Я на таких картах не использую. ее. Ну допустим. Ну допустим. Допустим. Как ты сделал. Как. Ну вот только у меня 1500 где-то. Стрелял я об ту кривую стену. с плюсом. Ну и в принципе. Ну так же как и enter сейчас делает. Все выглядело так же. Просто это. Немножко побыстрее. Я вот здесь к сожалению так и не придумал как нормально стрелять. Здесь наверное. Не знаю можно ли здесь будут делать. Нужно. Здесь и да. Да. То есть ты прыгаешь тебя подкидывает и волважишь стену. Ну и вот так. Ну и вот как раз такой средний вариант. Средний статистический enter и продемонстрировал. Ага. В принципе. Вот. А вот сейчас я кстати начинаю лагать. Сейчас. Бейнг почему-то кстати. 160. Да. Очень странно хотя на русском сервере. Вот. Ну в общем то такая простенькая по своей сути карта. Но разнообразная на дорожке. И наверное посмотрим все разнообразие в демках. Может только 3 пройти разок. Ну давай. 3. Пару нюансов скажешь. Ну да. Что я могу сказать. Что я могу сказать. Вот сейчас мы взаботали. Почему-то перестал лагать. Немного верно. Ладно. В общем. В УК-3 что могу сказать. Стрейп. Стрейп. Прыгаем. 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 Туда. Есть пыжок. 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 И в общем на эту штуковину. Сейчас еще раз попробую. Тут можно кстати. Немножко скимать вот этот вот уголок. Наверное. Или не взять. Наверное. Здесь. С этого уголка. Вариант 1. Стандартный. Прыгаем сюда. Прыгаем сюда. Прыгаем туда. И с прыжка залетаем наверх. Вариант 2. Если у нас очень много скорости. Мы крутые стрейферы. Можно прыгать сюда. С этого уголка. Падать вниз. То есть без прыжка. Как то вот так вот. И на этой скорости. То есть. Так же сюда. Сюда. И сэкономить. Пол прыжка получается. Ну. Соскальзыванием. Я так подозреваю. Будет быстрее. Потому что. Не. Граунд фреймом. Тормозишь. Получается. А. Скольжением. Как бы. Ну. Соскальзываешь. Просто. И траектория. Соскальзываешь. Ноль. И. Дэ. Раф. Один. Да. Что бы на стрелочке видно. Значит. Здесь тоже два варианта. Либо мы прыгаем просто прямо вот сюда. 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 Слезаем наверх. Либо мы стрейфимся. Мы ударяемся в эту стенку и от этой стенки уже залезаем наверх. То есть в принципе все просто. Сейчас еще раз попробуем. Для залезания наверх, если кто не знал, лучше всего подходит кнопочка вперед. ВК-3. Да, в ВК-3. То есть мы просто смотрим на рамку, нажимаем кнопку вперед и спокойно не залезаем. Если кто-то мучился с ее преодолением. Да, вот возьмите на заметку. Вот, здесь подбор рокета. Себушка выстрел. Здесь, кстати, два рокета я взял. То есть один в стену, один под себя, один вперед. Ловил этот рокет. Здесь нужно умудриться не засыпиться ни до что. Ай! Блин, почему ты не участвовал? Такая классная бдрка, мне кажется, была. Ну, у меня не такая уж быстрая демка, но так получилось. Ну, тут вот в ВК-3 самый такой тяжелый момент, это вот будет именно стрейф, мне кажется. Ну, не для всех будет он легким. Легким. Да, блин. Ну, плохо, потому что медленно нельзя пройти. Надо сначала начинать. А, это же девмап. Да. Сейчас мы тоже допрыгаем. Где-нибудь здесь вот. Тут же можно сейфпот пройти? Да ладно, у меня рокет есть. Читер. Вот. Ладно, еще раз отсюда попробуем. Так. В общем, от всех стен, от всего чего можно, а приходилось отстреливаться. В ВК-3 здесь чуть-чуть сложнее, потому что... А, это что ж такое-то. Вот. Потому что вот при полете, вот здесь вот очень высоко подлетаешь. Нужно или как-то наперед стрелять, или назад стрелять в руки там, или при землении. Типа того. И потом у нас две дорожки. Либо мы прижимаемся к левой стенке, но по мне это чуть похуже было, потому что если я прижимаюсь к левой стенке, в принципе, прыжки нормальные, но потом при отстреливании отсюда я вот вылетал куда-то туда. Ну, а не по пути. Да. Можно прижаться вот сюда и выстрелить, но все равно туда чаще вылеталось. Вот. Поэтому я старался прижиматься к правой стенке, чтобы здесь там пару раз отстрелиться. И вот от этой стенке можно было выстрелиться. Так. Четыре. Сейчас вернусь. Так. Вот. А здесь у нас, получается, нужно просто по прыжкам как-то так вырвнить, чтобы выстрелить. В краешек. Да. Или в краешек. Или просто, чтобы на скорости улететь за ту же каком-то. Так. 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 Сейчас еще раз попробую. Сейчас еще раз попробую. Так. Ну, благо тут есть вот этот же хейст, который поможет, если что. Да. Можно было по нижней части, то есть если до верха не долетает, то есть можно было вниз приземлиться или куда-нибудь сбоку. И вот здесь вот эти стенки, например, как-нибудь выставить так, чтобы приземлиться прямо на этот меткейт Ну чё, давай дам их смотреть тогда Ну да, давай посмотрим, кто что нам приготовил на сей раз Так, значит начнем с VQ3, который я показывал Сначала у нас пятое место, это HEOS 29.1 Угу Подожди, я VQ3 перебил что-ли топ-1? Вау Да Да, я, кстати, тогда, наверное, тоже свою покажу дэмку Ну ладно Ну ты мне ее скинь только тогда Эммм, щас пять сек Дифрак, демос, далка Как она называлась? Кайраздел 7 В общем-то, в VQ3 прислало пять человек, в CPM прислали 12 человек В принципе, статистика, как всегда, как всегда, неутешительная В CPM, как правило, два раза больше игроков шлет, чем в VQ3 Вот Ну, давай смотреть Начнем с... Феоса Да VSC, NT Play Ты там получил дэмку? Ты в дискорде скинул? Нет А я не в скайпе Зайди Ну, зайду, зайду Зайду Так, Феос Сначала Стрейф Слабенький, конечно Но по прыжкам получилось ему допрыгнуть Вверх он еле-еле допрыгнул Притормозил немножко Много ракет Тогда все что можно Правые стенки Ну так, спокойно, да Танцовка очень хорошо, в принципе, пройдена Относительно всего остального Ну, да Достаточно динамично Быстро И не сразу еще этот Шприц Он взял Да Дальше Деку Так Россия 28,3 Быстрее На Ну, наверное, на 0,8 Где-то Play В принципе, мне кажется, у него должно быть Так Должен быть такой же финиш И побыстрее Начало Да Через низ Притормозил немножко Врезался в стену Угу Залесел очень хорошо наверх Да Да В принципе, вот она Рокет не зашел чуть-чуть Притормозил, чтобы запрыгнуть Очень сильно затормозил при определении Мало скорости Но по прыжкам, в принципе, нормально у меня получилось Попал прямо на шприц Так Дальше Винтер 26,568 Быстрее на 3 секунды На 2 6,8 Да Посмотрим Play Тоже вниз приземлялся Ух ты От рампы С приседом Надо же Наверное 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 Стрелял Рокет Ну И как медленно В конце Весь Заворачивал Системно Сосчитал Ну А У нас В принципе Пал Неплохо Ну Что Могу сказать Не знаю Как-то у него Медленно Некоторые части Мне кажется Он мог бы лучше сделать Ты здесь? Да Да Здесь Окей Дальше у нас идет Кэджа Моши 23,568 Быстрее на 3 секунды Ровно 3 секунды причем Ну Давай посмотрим Play Ну Тоже должен сейчас Показать Уровень Да Приземлялся Сразу На дальнюю Штуцку Ммм Гранд Фрейм Был неплохо Здесь немножко Заткнулся Когда Приземлялся Рокет наперед Пустил Словил его От правой стенки Решал 23,5 Неплохо Пройдено Пройдено Вроде бы Вроде бы Можно быстрее Конечно Неплохо 23,5 ХД Это почти как у меня Ну да Но Пройдено Быстро Топ По-моему Ну давай посмотрим Топ 1 Топ 1 У нас Феррату 22,992 Вышел из 23 Ну Посмотрим Play Ну Рокеты Наверно Почетче просто будут В принципе К прохождению Куджимоши Особо нечего Дубай Ну то есть Очень даже так Безошибочно Пройдем Прыгал вниз Да Был джамп Как маленький был Дальше Рокет вперед Вот вылет очень хороший По-моему Словил ее Очень хорошо Не словил К сожалению Рокет Вперед Но все равно Скорости Было очень много Ну и в принципе Да Вот Такая вот Даже В Q3 Достаточно Простенько По-моему Смотрится Да Ты скачал дамку? Да Сейчас будем посмотреть Сейчас давай В Q3 Окей Так Где она была Где она была Так Как она называлась? Кайрос 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 В шуте с памятью? Да Я забыл Кайрос DLC1 22.9 360 Плей Посмотрим Что нам может предложить Энтер Великий И ужасный Я думал Я медленно прошел Поэтому Ну Не было времени Чтобы закончить Здесь я с прыжком Медленно Он играл Твоему Залез наверх Все равно Зуткнулся немножко И под бою рокета Вылет медленный Какой-то получился Ну слушай Если б ты не завтыкал Вот там Где ну вот врезался И повернул бы На стрейфе Немножко получше У тебя бы 22.5 Наверное где-то было Ну может быть За счет этого Чисто ты очень много Потерял А так В целом Очень хорошо Пройдено Я думаю Ютун в онлайне Там конечно 21.7 сделал Я не видел Не знаю Как это выглядел Но Тем не менее Так Значит Дальше Начинается CPM 27.0 Хардкор Россия Ну Посмотрим Плей Приятно видеть Что Хардкор Начал слать постоянно Вроде как Ну по мере возможностей Я так понимаю Проходил через низ Незаметенную рампу Не нашел Угу Ну Если еще не опытный Такие вещи Не бросаются В глаза Тебе приходится Над этим Думать Там как-то Как-то прям вообще Некоторые места Рыжные Мне кажется Он мог быстрее Если б он Мазы застыкал В некоторых местах Рокки Ты не четко Да? Как-то слишком Да Интересно Он радовался Когда дошел до финиша Ну наверное Даже Типа Еще раз попробовать А Такой Ура Хорошо Ну нормально В принципе Будущее есть В перспективе Я думаю Так что Главное Стараться лучше Ммм Дальше CXE Быстрее На полсекунды 26.5 Посмотрим Play Американский Россиянин ДСА Ой Очень Такой Хороший Стрейф По-моему Ну То есть Более Четкий Что-ли Очень высоко Подлетел Медленно Подбирал Рокет Да Немножко Потерял На этом Ну Даже Немножко Ой На рампу Как-то Измелся Мог бы Лишний Рокет Выстрелить И перепрыгнуть ее Ну Свой Индивидуальный Роуд В принципе За счет Четких Рокетов Вырулил Себе Еще 500 От Хардкор Ну Как бы Дается Хейст И Рокет Значит Нужно Постараться Непрерывно И не стрелять Во все Что можно Ну да Ну С умом Естественно Дальше Дальше У нас идет Мякий пуст 22,8 Быстрее сразу На 4 секунды И Уже ближе к 20 Угу Посмотрим Play Начало неплохое Допрыгнул до Куда надо Дабл джамп Он заметил Угу Может в онлайне Где-то вырубил Он по-моему заходит Иногда Ну как он проходил Другая дорожка Необычная Да Ну тоже И вот таких вот Индивидуалистов Если так можно Называть их Со своими Как бы дорожками Без какого-то Копипаста То как они видят Карту Как они ее На них всегда интересно Смотреть Не важно там какой Тайм Задумки Вот какие-то Маневры Очень интересно Ну пройдено Ошибок Особых Критичных Не знаю Меня не бросилось В глазах Далее Дрим Россия 21 на 2 Быстрее еще На полторы секунды Посмотрим Play Lawn Дирьм Дрейм Стрейк Дрейм Дつей Сам забрасаются Так В глаза Дорожка а-ля в Q3. Да, ну очень даже быстро, без ошибок. Единственное, вот срезу, наверное, не заметил, что и не дало особого плюса, но прошел. Да, неплохо вообще. Ну, посмотрим дальше. Шмыга России 24 еще на 0.8 быстрее, плей. О, чуть-чуть подлагивает у меня, или демка? Нет, у меня нет вроде. У меня прям чуть-чуть. Так же понизу. Делал ГБ. Рокки, ты на вас прям во все, что можно сказать, а в системе. Да. Очень хорошо. Лучше. По школе Enter обучался. Дает рокки, дает speed, стреляй во все, что можно. И вот у него получилось как раз неплохо. Быстрее нам надо пройти. Далее идет Пентач или Пен... Пента. Чили. Да, 19.8 вышел с 20 секунд. Посмотрим. Плей. Ну, особенно, приятно. Да, не заметил. Да, не заметил. По другой стороне сел. Ракет немножко кривовато, но его словил. Ну, совсем чуть-чуть его словил. Ну, так. Ну, вот за счет, в принципе, сравнивая с тем же шмыгой... Нет, да, шмыгой. Рокки, ты хуже, но из-за среза, я так понимаю, Пента вырулил. Ага. Ну, и я так понимаю, что от 20 начинаются вот как раз таймы со срезой. Это вот уже 18-17. Ага. Далее. Следующее. Мил. 18.5. Быстрее еще на секунду и 3. Посмотрим. Плей. Беларусь. Похождение должно быть неплохое. Ну, Мил хорошо играет. Последнее время очень даже растет по скилу. За что... Допрыгнул. Да, 1500. Ну, уроки ты очень хороший. Ну, классно прошел, но нет слов. Молодец, Мил. Хотя вот постарался бы еще чуть-чуть и занял бы... Какое место получается? Топ-5 или какое? Раз, два, три, четыре, пять, да, пять получается. Да-да-да, пятая. Юдмитрия бы перегнал и... Вот. Далее. Да, далее у нас идет Юдмитрий. Россию в рай. Посмотрим. Плей. Ну, по тайму очень близко к Роди, так что я думаю... Ну, блин, как-то так они... Рядышком прямо по тайму встали тоже с даблджампом. Ну, это уже очевидно. Да, с густом. Тут можно было получше. По стенам заходить, а вот финиш очень неплохо. Да, финиш очень хорош. Я понимаю, почему-то Роди, скорее всего, первую часть, так как она более техничная по своей сути, чем последняя, где надо просто рокетами стрелять. Роди выполнил, мне кажется, первую часть лучше, а во второй немножко зафейлил. И вот за счет, за счет этого, ну, давай посмотрим. Да, давай посмотрим. 18.3. Плей. Быстрее на соточку. Ну, вот у Юдмитрия, вот концовка офигенная, вот середина как-то, кажется, можно было быстрее. По техничному составлять. Вот. Да, вот здесь побыстрее уроди. Да, 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 да. Ну, вот я так и, в принципе, так как и предполагал. И один рокет вообще пропустил и финишировал даже на 200 поменьше скорости. Ну, все, как я и говорил, почему-то так и случилось, в принципе. Интересно. Ну, Юдмитрий, получается, он постоянно играет, но не опытный. Из этого у него вот самая простая часть хорошо вышла. А роди он опытный чувак, но играет не так часто. Поэтому у него начало как бы, где техника нужна, вот опыт, где нужен. Он ее выполнил, эту часть хорошо выполнил. Очень даже классно. А все остальное, почему-то один рокет вообще пропустил. Ну, кстати, он, наверное, поленился и не перепрошел. Потому что он бы не оставил, мне кажется, с одним пропущенным рокетом такую демку посылать. Ну, там он один просто в никуда выстрел, получается. Ну, ладно. Следующий. Семнадцать и шесть быстрее на... Сколько там? Три... На... Восемьсот. Семьсот, восемьсот где-то, да. Семьсот, восемьсот где-то, да. Семь, да. Босс Россия. Плей. Семнадцать шесть. Вышел из восемнадцати секунд. Демка должна быть неплохая. Еще посмотрим. Босс, он же МНТР. Его, наверное, новички не знают. Или не помню. Ну, может кто-то слышал. Монтор. Монтор, да. Ну, я его монтер называю. В принципе, он не обижается. А Пол стрелял. Кажется, можно было купить об стене. Концовка на 2400. Концовка очень хорошо выполнена, да. Это был топ-3 уже. Топ-3 мы подошли. Топ-2 у нас Овчар. Овчаркин. Семнадцати четыре, двадцать четыре. Белоруссия. Посмотрим. Плей. Сроде как раз они играли. Ну, вроде оффлайн что-то, да. Я такой. Прямо на краешек попал. Ой, ну очень, что выполнил стрек-часть. Ну, здесь, конечно. Да, да. В стену, мне кажется, он уже потерял скорость. Хотя концовка очень неплоха. Но он, последний Рокет, прям, вполне ему ничего не дал. У меня как был в 2000, так и осталось. Ну да, вот. Немножко не дожал свой рекорд, не добил тайм. И так как у меня там топ был в онлайне, он перебил его. У меня было семнадцать пять, он сделал семнадцать четыре, там плюс восемьдесят пять. Ну, показал, да. Ну, блин. Он, мне кажется, поэтому забил. И стал дальше играть. А я как в онлайне в маркапы-то и не играю особо. Ну, редко очень. Ну, в общем-то. Да, давайте посмотрим. Семнадцать и ноль семьдесят два дмк от Руди. Смотрим. Плей. Быстрее на ноль три должен быть, должно быть чем? Левого дмк. Мммм, ским. Мммм, такой шкаунт. Девять тысяч четыреста. От буст очень хорошо получился. Вооо, две восемьсот аж. Нифига. Давай посмотри помедленнее. Давай. Ноль пять, да? Да. Ноль точка пять. Плей. Ну, можно еще добить. Тут, на самом деле, у меня стрейф не очень хороший, по сути, вышел. А все остальное, ну, не знаю, я доволен рекордом в целом. Хотя стрейф тут бесячий, потому что почему-то он мне не нравился. Далеко очень долетел по стрейфу. Мне кажется, можно выводить. Да, да. Ну вот овчарка очень хорошо сделал. Стрейф у него очень хорошо вышел. В передней стенке, а там правую. Я не знаю, как там у тебя получилось, чтобы сосликать немного. Два раза, по-моему, даже с пола обрампу. Да. Ну, один раз я заметил после разворота на 180. А потом... Я ж не помню. Ладно. Ну что ж, это были все, кто прислал демки. Сейчас я переключусь на браузер. Вот он браузер. Вот он браузер. Вот они все демки на сайте дефектру, которые можно посмотреть. Вот. Вот здесь кто на каком месте. Поздравляем нас Рату и Вуди с занятыми местами. Спасибо. Спасибо. Ну и сейчас стартовал новый варкап. Ой, какой... Ну, не сейчас. Он... Он уже стартовал... Он минуту назад закончился. Серьезно? Подожди. Да. Да. Нет. Нет. Двадцать первого 05. Подожди, сегодня у нас... У меня сейчас двадцатого. Двадцатого. Да. Он завтра. У вас еще есть сутки, чтобы его... Ну, это у нас есть сутки. У вас может быть меньше. Меньше. У нас на час меньше, чем сутки. Да. Чтобы в него поиграть. В общем, заканчивается он двадцать первого 05. Потом, после того, как выложат демки, мы анимат тоже сделаем. Вот. В принципе, неплохой... Неплохой такой... Неплохая карта. Вот. Я на ней чуть попрыгал. Присылайте демки, будем смотреть. Да. Да. Все участвуйте. Всем спасибо за участие. Всем спасибо. Всем удачи. Всего хорошего. Увидимся на серверах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok